Сочинские казаки еще долго будут вспоминать свою поездку в Грецию, где они посетили знаменитые святыни мира, увидели ценные иконы, а еще получили возможность прикоснуться к мощам святых. И когда прикладываешься, когда молишься, в действительности сердце сжимается, и ты понимаешь, что ты находишься в совсем другом состоянии, то есть мир остался позади тебя. Обогатившись духовно, сочинская делегация осталась благодарна за то, что там, на Святой горе Афон, их приняли с таким вниманием и добродушием. Ведь попасть туда тоже задача непростая. В руках у меня специальный пропуск на Святую гору Афон, называется Диамантарион, выдается только мужчинам, 110 в сутки выдают таких вот Диамантарионов, и он дает право на проживание в монастырях. Сегодня в храм Андрея Первозванного были переданы славяно-русские рукописи русского свято-пантелеимонного монастыря. Они будут напоминать о паломнической поездке сочинских казаков. Там, в Адревском скиту, они стали еще и свидетелями уникального события. Когда мы там ночевали, в нашей келье, Господь явил нам чудо, замироточила икона Спасителя. Мира благоухающее текло прямо по стене. Несколько человек из группы поднялись на самую вершину Святой горы Афон. Когда забрались на гору, когда открылся весь остров, как на ладони, весь, это было счастье. Это непередаваемое ощущение. Там часовинку строят, помолились за всех, поставили свечки за всех, кого знаем, кого любим, кого помним. Мы видели такие иконы, которые, опять повторяюсь, не вывозятся с Афона и не афишируются, потому что одни под запретом, потому что нельзя их показывать. Другие, значит, имеют такую историческую ценность, что даже не всякие паломники ее посмотрят. Нам все иконы показали. Также сочинцев заинтересовал на Афоне опыт работы с трудными подростками. Их отправляют к монахам на послушание.